МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может, перенесем этот выпуск? В смысле? Ира, мы и так уже переносили его несколько раз. Сколько еще можно-то? Ну, давай еще на недельку. Я не успела похудеть для этого выпуска. Ира, выходи! Ну и чего? Ты прекрасно выглядишь, не хуже тех, кто был на церемонии. Правда? Да. Ну, тогда погнали. Итак, хоть Ира не успела похудеть к платью, мы сегодня все равно наконец-таки поговорим о 90-й церемонии вручения Оскар. Она, кстати, оказалась одной из самых предсказуемых и скучных за последние годы. Ни одного громкого скандала. Да и интриги-то, кто станет победителем в той или иной номинации, тоже особо не было. Но все равно давайте разберем. Конечно, давай, раз уж ты заставил меня нарядиться в платье. Итак, лучшим актером признали Гарри Олдмана, который сыграл Черчилля в фильме «Темные времена». Это история о первом и решающем шаге Уинстона Черчилля на посту премьер-министра Великобритании, получившего власть при чрезвычайных обстоятельствах. Успехи нацистской армии взбудоражили британское сообщество, но, вопреки давлению и страху других политиков, Черчилль отказывается идти на соглашение с Гитлером. Для создания образа Черчилля в «Темных временах» Олдман прошел долгий путь вживания в роль. Он изучал архивные материалы о Черчилле, чтобы перенять его мимику, жесты, манеру разговора и даже походку. А чтобы загримировать актера, требовалось 4 часа в день. Ну и за все свои мучения, а главное старания, Гарри заслуженно получил Оскар. А кто еще был номинирован на лучшую мужскую роль? Ира, ты ведущая программы про кино, тебе должно быть стыдно за такие вопросы. Иди и читай. А зрители пока посмотрят, какие новинки проката ожидают их на этой неделе. И первая новинка этой недели – продолжение фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж-2». Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за «Тихоокеанский рубеж» ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается. А любители детективов и трейлеров в кинотеатрах ожидают фильм «Тебя никогда здесь не было». У сурового Джо непростая судьба, он никого не боится, лишь вспышки воспоминаний заставляют его вздрагивать. Безжалостный герой-одиночка, идущий на пролом ради спасения слабых. Для Нины, юной дочери сенатора, Джо – единственная надежда. И даже самые изощренные жестокие силы не должны помешать ему вызволить ее из ада, в который она попала. Вернемся к нашей церемонии. Тащи конверт. Какой конверт? Обычный черный конверт, в котором указан победитель в номинации «Лучший фильм года». У меня нет конверта. Ладно, так объявлю. И лучшим фильмом года признана картина Гильермо Дель Торро «Форма воды». Причем критики пришли в восторг от фильма, а вот простым смертным российским зрителям он не очень пришелся по душе. Действие ленты разворачивается в начале 60-х прошлого века. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибия. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему сбежать. На создание облика существа ушло больше 9 месяцев. Гильермо Дель Торро утверждает, что «Форма воды» – самый сложный фильм, за который он когда-либо брался. Кстати, Гильермо Дель Торро стал и лучшим режиссером 2017 года. Поэтому «Форму воды» к просмотру рекомендуем. Как минимум для того, чтобы узнать, совпадает ли ваше мнение с мнением критиков. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокаев». С вами была Ирина Вышегородцева. И Мария Ирунич. До встречи на канале «16». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова